Продолжим. Мы рисовали вот L04. Это распределенная нагрузка на пластинчатые элементы. L04 это четырехточечный элемент. Не обязательно можно прямоугольником, можно треугольник или трапецию. Теперь еще один специфический случай рассмотрим. Распределенная нагрузка на стержневые элементы. Создадим слой. По аналогии BL01 у нас будет называться BL02. Двухточечный элемент будет BL02. БЛ02. Распределенная балочная. Когда мы пытаемся написать букву B, автокад новый слой создает. Поэтому где-нибудь здесь напишем. Болочная. Болочная. Не здесь оказывается. Надо будет где-то типа блокнота открыть. Стандартный. Что здесь есть? Болочная. Отсюда. Возьмем. Так. Сейчас определенная. Сюда ставим. Болочная, да? На цвет пусть будет у нас. Пусть будет белый, да? Так. И вот теперь на вот эту сторону нарисуем распределенную балочную. Вот отсюда, допустим, да? До сюда. Слой правильно делаем. Распределенная балочная, да? Слой элемента. И теперь дадим ей какие-то нагрузки. Значения нагрузок. Так. Во-первых, слой нагрузок исправим распределенная балочная, да? И значения. Условно пусть будет не выражение, а 3,3. Так. Теперь пропускаем через нашу программу. Так. Вот мы открыли в лире. И ищем ее слой. Вот BL02. Распределенная балочная. Куда мы ставили. Так. Вот мы сюда ставили ее, да? А вот здесь диафрагма. В лире получается вот в это место же поставилась. Посмотрим ее значение. Мы там условное значение поставили. Вот 3,3,3,3,3,3,3. Вот так вы можете. Вот. Мы нарисовали одну линию. Одну линию. Программа определила все линии, которые лежат внутри этой линии. И все их загрузила вот такой рассудленной балочной нагрузкой. КОНЕЦ Продолжение следует...